Большой привет! Меня зовут Юля, я рада видеть вас на своем канале. Сегодня в этом видео я отвечу на ваши вопросы, которые вы мне задавали буквально пару дней назад в инстаграм. Я выкладывала фотографию и просила вас, чтобы вы задавали вопросы, которые вас интересуют. И говорила, что буду снимать через пару дней видео. Вот сегодня я снимаю. Хотела сначала снимать макияж, собирайся со мной, болталку и попутно отвечать на ваши вопросы. Но сегодня я обнаружила на своем лице некоторые недостатки, некоторые высыпания. И поняла, что сегодня просто не тот день для того, чтобы снимать видео с макияжем. Поэтому я сегодня просто накрасилась и буду снимать отдельное видео с ответами на вопросы. Вопросы, еще раз повторюсь, были в инстаграм. Я сейчас открою этот пост. И еще в директ мне Натулька прислала свои вопросы. Там, по-моему, 7 или 8. На них я тоже обязательно отвечу. Но сначала отвечу на те, которые непосредственно находятся под постом. Первый вопрос от Анютки. Анютка это Анна Белли, бьюти-блогер. Я с ней общаюсь уже достаточно давно. У нее чудесный канал. У Анютки канал в основном про беременность, про детишек. Она сама врач-акушер-гинеколог. И она очень приятный, открытый человек. Может быть, даже чересчур в каких-то моментах открытый. Но я знаю, что зрители любят именно такую вот открытость от блогера, когда идет откровенность в чем-то. И я советую вам обратить на нитку внимания тех, кто еще на нее не подписан. У нее такие умиротворяющие видео и много интересной информации. Есть просто какие-то видео, такие болталки, поседневные. Тоже очень интересные. В общем, Анютка спрашивает, как ты реагируешь на неадекватные комментарии здесь, в Инстаграм и на Ютуб. Это первый вопрос от нее. Негативных комментариев, Анют, у меня на самом деле последнее время я вообще не наблюдаю. В Инстаграм у меня нет негатива вообще нисколько, вообще ни маленькой-маленькой капельки. То есть в Инстаграм у меня набрались те зрители, те читатели, которым я нравлюсь, которые с удовольствием меня читают, которые поддерживают. Девчонки, с которыми мы общаемся давно. И вообще негатива в Инстаграм нет. На Ютуб раньше было намного-намного больше негатива. И вообще, я не понимала, откуда этот негатив берется. Сейчас на Ютуб негатива тоже нет. Сейчас гораздо меньше у меня аудитория, которая меня смотрит. Но я очень этому рада. Именно остались те люди, которые не негативят, у которых мои видео и то, что я показываю этих видео, не вызывают никакого негативного именно отклика. Мне очень это приятно. И лучше у меня будет меньше зрителей, меньше людей. Но лучше они будут именно такими, смотрящими мои видео и воспринимающие информацию, которую я рассказываю в этих видео, без какого-либо негатива. Я сейчас очень довольна тем, что у меня в Инстаграм мои девчонки, которые меня поддерживают. И на Ютуб, что у меня остались именно те зрители, которым я тоже нравлюсь, которые смотрят мое видео именно без негатива. Отдых на море планируете? На самом деле у нас еще не было ни одного года, чтобы мы пропустили и не отдохнули на море. Но каждый год мы на самом деле не планируем. Я боюсь вообще загадывать на отпуск, на отдых. В том году мы до последнего были уверены, что мы не поедем отдыхать на море. И опять же получилось у нас все это спонтанно, буквально за пару дней. И мы с удовольствием поехали, отлично отдохнули. Были небольшие нюансы, конечно, именно в том году в отдыхе. Но они в итоге не испортили всего нашего отпуска. Но небольшие такие негативные моменты были в самом начале. Ну, в принципе, ничего страшного. В этом году мы, конечно же, хотели бы, как и всегда, в принципе, поехать отдохнуть. В июне у моего ребенка лагерь весь месяц. Июль свободный. И у нас остается август и начало сентября. Если у нас все получится, то именно, я думаю, что в эти месяцы мы, если вырвемся, то именно в эти месяцы, в конце августа, либо в начале сентября. Следующий вопрос от Катюши. Веришь ли ты в выражение, что любовь живет 3 года? На самом деле, нет. Наверное, все-таки нет. Влюбленность, она живет вообще совсем недолго, мне кажется. Но, по крайней мере, я могу судить по своему опыту. У нас с мужем уже 10 лет, как мы вместе. Именно такое воздушное, легкое состояние, непринужденное, очень большая привязанность, очень такие сильные эмоциональные чувства в это время, когда именно период влюбленности идет. Потом эта влюбленность, она постепенно начинает угасать. Чувства уже более такие спокойные. Но вы уже знаете, что без этого человека вы, наверное, не сможете. Что этот человек уже не только в вашей душе, в состоянии влюбленности, но он уже где-то глубоко пробирается в сердце и заполняет собой сердце. Не знаю. Мне кажется, влюбленность живет очень быстро. Любовь, она живет всю жизнь, но она трансформируется с каждым годом, с каждым моментом, который проходит в вашей жизни. То есть, какие-то события в вашей жизни случаются. Бывают какие-то хорошие, яркие события. Бывают, наоборот, какие-то очень печальные. И любовь, она проходит через эти события. Она трансформируется в разные чувства. Но это все равно любовь. Просто она уже более зрелая. Она более осознанная. И она более полная, более большая. И не такая яркая, как в первый момент, когда вы познакомились, когда начали встречаться. Поэтому я не верю, что любовь живет 3 года, любовь живет всю жизнь. Но она постоянно меняется. Так, следующий вопрос от Жени. Есть вопрос, какие планы на лето? Какие планы на лето? Ну, вот, в принципе, я уже ответила. В июне у сына школьный лагерь. И это опять утренние, ранние подъемы. Потом сборы. И нужно его потом после обеда будет забирать. Июнь пройдет тоже в основном в таком каком-то школьном режиме у нас. Будем ездить на речку обязательно отдыхать. Очень хочется выехать с палатками наконец-то уже на пару дней. Я думаю, что это у нас будет выходные получаться. Ну, вот, как-то так, июнь пройдет. Июль у нас вообще не запланированный июль. В июле у меня день рождения. И август, я не знаю, как вот август, я рассчитываю. Ну, не рассчитываю, где-то у меня в мечтах, в далеких, что мы все-таки сможем поехать на море. Но я, опять же, не планирую ничего. Если мы поедем, мы опять спонтанно как-то соберемся. У нас это внезапно всегда получается. Так, и сейчас захожу в директ. И от Натульки... От Натульки открываю вопрос. Отвечу пока на последний вопрос. Они более такие, не требующие развернутого ответа. Поэтому отвечу. У Натульки 7 вопросов она мне задала. Вопрос такой, что преобладает в гардеробе? Женственная одежда или спортивная? Юбки, платья или брюки? В моем гардеробе преобладает в данный момент, на данном этапе жизни, больше, наверное, спортивный стиль. Стиль casual. Больше спортивных брюк, джинсы. Джинс у меня 4 пар, либо 5. Я еще некоторые не доставала с прошлого года. Из вакуумных пакетов еще не разбирала, так как на улице холодно. На самом деле я очень люблю женственные какие-то вещи. Я очень люблю платья. Платья это мои, наверное, любимые самые вещи. Юбки я практически не ношу. Очень редко. У меня их очень мало. Я люблю шорты. Но с моей фигурой, в данный момент, какая у меня фигура, я не могу себе позволить много одежды той, которую я бы хотела носить. И буду носить, я уверена, когда-нибудь просто с огромным удовольствием. Буду отрываться, когда я именно смогу визуально себе это позволить. Но вот сейчас у меня как-то преобладает больше спортивный стиль. И в гардеробе у меня больше в данный момент разных брюк, джинсы, трико. В общем, такого плана. Следующий вопрос. Шопинг терапия. Говорят, что помогает избавиться от плохого настроения. Правда? В моем случае, скорее всего, это неправда. У меня именно шопинг для себя проходит очень-очень редко. То есть я себе очень редко покупаю какие-то вещи. Это может быть связано и с моей фигурой. То, что мне не хочется себе ничего покупать. То, что те вещи, которые мне хочется, я не могу себе позволить именно носить. Поэтому у меня шопинг пока в данный момент. И прошлые годы тоже проходят в очень-очень редких таких случаях. В основном шопинг у меня идет для сына. Он не очень любит в магазинах мерить одежду. И это нужно его прям вот поймать и сказать мериди. На самом деле, в большей степени мы покупаем одежду сыну. Потому что он ходит в школу. Потому что ему летом сейчас, вот мы скоро уже через несколько дней едем на шопинг. Именно одеть ребенка на лето. Купить ему футболки, шорты. Какие-то сандали мы ему купили кожаные. Буквально вот совсем недавно. Так как в лагерь нужно будет что-то хорошее, качественное носить. И на сменку какие-то попроще сандали. Ну, в пределах там, в пределах полутора тысяч рублей. Это вот на сменку такие, ну, простенькие более. И остальные вещи тоже купить ему на лето. Может быть какие-то кепки, носки, в общем, нижнее белье. Ну, в общем, одеть сына. Это у нас буквально вот планируется, ну, скоро. И мужу, думаю, тоже перепадет пару футболок, пару шорт. Ну, так по мелочи. Может быть, не знаю. Посмотрим. Едем на шопинг, большой торговый центр. Скорее всего, в гостиный двор. И там уже посмотрим по ходу. Так, следующий вопрос от Натульки. Что вдохновляет тебя на новые видео, на поэзию? На новые видео меня вдохновляют стечение обстоятельств. Когда у меня приходит какая-то посылка, когда у меня приходят какие-то вещи, заказ, то я снимаю об этом видео. Больше, в принципе, кроме стечения обстоятельств, меня редко что-то вдохновляет на видео. Сегодня болтологическое видео. У меня давно не было такого на канале. И я подумала, что, ну, почему бы его не снять, так как сегодня вот настроение к этому располагает. На поэзию меня, скорее всего, отвечу так, что вдохновляет мое хорошее настроение. Я могу в месяц написать несколько стихотворений, могу написать лишь одно, могу не написать вообще ничего. Это не зависит от каких-то обстоятельств в моей жизни. У меня стихотворения, как правило, приходят просто моментально, сразу целым. Я не сижу, не подбираю никакие слова, никакие окончания, рифму. Мне приходит сразу стихотворение, оно целое полностью. Последнее стихотворение называется «Весна». Его я мысленно написала у себя в голове, когда я ехала вот недавно совсем с тренировки в маршрутке. И приехала, записала его в блокнот, и все. Больше я над ним не сидела. И оно получилось, как мне кажется, очень легким, очень воздушным, очень настоящим. И выразила те чувства именно, как я отношусь к весне. Ну вот не знаю, как-то так. Не могу сказать, от чего зависит, то буду ли я в какой-то момент писать или нет. Это приходит просто само, и это приходит очень быстро. И главное, запомните это. Следующий вопрос. Как часто депрессуешь, что помогает выйти из этого состояния? Часто ли я депрессую? Нет, не часто депрессую. Я не могу сказать, что я вообще депрессую. Мне кажется, у меня бывает просто какое-то такое настроение, как я даже не знаю, как описать его, когда не хочется ничего делать, когда хочется полениться, когда мысленно даешь себе пинок под зад, чтобы идти приготовить что-то, помыть посуду, или поехать на тренировку с утра тоже, чтобы не лениться, а именно поехать. У меня бывает такое состояние, такое вот настроение, когда вот мне лень, мне лень что-то делать, но это я не могу сказать, что это депрессивное состояние. В основном у меня обычно чаще всего хорошее настроение, если мне его, конечно, никто не испортит. С погодой тоже может быть связано именно какое-то такое определенное настроение, когда погода вот угнетающая какая-то, я не знаю, как это депрессивное состояние или нет, и выхожу я из таких настроений, состояний сама себе мысленно дав волшебный пинок под зад и заставляю себя что-то делать, мне нужно обязательно чем-то заниматься, чтобы не думать о каких-то мыслях грустных, печальных, нужно обязательно что-то делать, поэтому вот даю себе пинок под зад. Веришь ли ты взглаза? Да, наверное, верю, потому что бывают такие моменты, когда говоришь, например, с подругой, и даже по телефону, или она мне посылает какие-то фотографии Димки, Насте моей, моей крестницы, ее братика младшего, он еще маленький совсем, и я ей говорю по телефону, Димка такой красавчик, такой милый, такой классный, и все время вот так вот говорю, тьфу-тьфу, не сглазить, как мы это обычно говорим, поэтому, наверное, я в большей степени верю в взглазы, что наши какие-то слова, они могут, сказанные невзначай, они могут как-то отразиться, может быть, негативно на человеке. Так, как относишься к блогерам-мамочкам, которые всю свою жизнь выносят на показ? Бывает, что даже детей фоткают и снимают глушон на всеобщее обозрение, зарабатывая на этом себе популярность. Я таких блогеров не смотрю, мне не попадались такие каналы, то есть в поле зрения. Марину я смотрю, Марина морская, вот Анютка, у нее, ну, у нее не мамский канал, вот у Марины, да, он больше такой детский уклон, поэтому я не все ее видео смотрю, только некоторые. Меня не очень интересует тема детей, мамские вот такие каналы, поэтому я таких блогеров, ну, честно сказать, не знаю, и если просто представлять, что я бы своего ребенка выставляла фото там голышом и для того, чтобы заработать как популярность, это не про меня, то есть я не такой человек, я бы это делать не стала. Но осуждать кого-то за это я не могу, потому что мы все разные абсолютно люди, и у кого-то жажды денег гораздо больше, чем соблюсти какие-то моральные принципы касаемо твоего ребенка, касаемо твоей семьи. Мне кажется, это очень лично, и, не знаю, никакие деньги не стоят того, чтобы там голышом ребенка показывать всему миру, всему интернету. В общем, эта тема не про меня, поэтому я таких людей осуждать не буду, но сама бы я так не стала делать. Любимое время года, любимого конкретного времени года нет, любимое время года начинается, наверное, с мая по октябрь, по начало октября. Вот это вот все любимое время года, теплое время года. Я вообще теплолюбивый человек. И еще два вопроса. Панты часто встречаются или везет? Пантов вот среди моего окружения, среди моих знакомых, подруг, понтов нет ни у кого. Это в обычной жизни. И сейчас вот на самом деле хожу в тренажерный зал, и понты есть в моей жизни. Мы тоже встретились вот так именно в тренажерном зале. Девушка, очень симпатичная, милая девушка, стройная, красивая. Приходит в зал не для того, чтобы заниматься, а приходит, чтобы посидеть на тренажерах, походить по залу в каком-то костюмчике, в таком симпатичном, с накрашенными яркой красной помадой губами, с распущенными волосами. И в общем, пока все люди тренируются, она вот так аккуратненько присядет на тренажер, сидит там, смотрит в зеркало, с телефоном фотографируется, подходит. Смотрится очень забавно, очень мило, но очень, мне кажется, как-то несерьезно. Не буду ее тоже осуждать, все люди разные. Кто-то просто хочет, чтобы мы уделили внимание, чтобы на нее лишний раз посмотрели, как-то оценили, то, что она вот так вот старается. Ну вот на самом деле, это просто понты. И это вот как есть. Описала вот недавнюю ситуацию, которая произошла в моей жизни, больше среди... Ну она даже не моя знакомая, а просто вот девушка из фитнес-зала, куда я хожу заниматься. Среди знакомых такого нет, и слава богу. В интернете, среди тех, с кем я общаюсь, тоже нет никаких понтов. Поэтому мне, наверное, просто везет на таких людей, которые не понтуются, которые вот такие, и какие они есть. И последний вопрос. Натуральная косметика, какой фирмы больше всего запала в душу, и что именно, кроме гидролатов? Натулька знает, что я просто обожаю гидролаты, и в любой удобный момент я обязательно о них скажу, и в пустых баночках, и в каких-то постах в Инстаграм, и просто среди каких-то посылок, среди новинок косметики у меня бывают появляются гидролаты. Я их очень обожаю. Опять я о них говорю сейчас, хотя она только написала, что кроме них. В общем, я не буду долго на них останавливаться. Среди натуральной косметики, которая запала в душу, я пробовала много разной натуральной косметики, и российского производства, и зарубежного производства. На самом деле, могу сказать так, что ни одна марка косметики, какую я пробовала на данный момент, не запала мне в душу. из натуральной косметики, объясню, почему в каждой марке, в каждом каком-то средстве, как и плюсы для меня были, так и все равно находились минусы. Даже сейчас я пользуюсь средствами «Конопка». Казалось бы, веганские средства, практически на 100% натуральный состав, с маслами, с экстрактами, с вытяжками, в общем, с различными всякими полезными компонентами, но все равно я для себя нахожу какие-то минусы. Нет такой косметики, которая бы мне нравилась на 100%, и были только лишь плюсы, и не было никаких минусов. Вот даже в «Конопка» я уверена была, что я не найду никакого минуса в этой косметике для себя, но все равно они есть, и я тоже не буду сейчас заострелять на этом внимание, расскажу более подробно в пустых баночках, когда допользуюсь. Пока сейчас вроде тема другая, ну, могу сказать, что ничего такое мне не запало в душу, прям на 100%. Это были все вопросы, которые мне задали в Инстаграм. Вопросов было немного. Видео я затянула, я знаю, но вот какое получилось, такое получилось. Оно получилось обычным, искренним. Я не готовилась к ответам заранее на эти вопросы. Просто читала и сразу отвечала. Я думаю, что вам было со мной интересно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать видеоролики, которые я буду снимать. Если у вас есть какие-то предложения насчет видеороликов, насчет тем видео, то пишите свои предложения либо в Инстаграм мне, либо под этим видео в комментариях. Будем с вами общаться. Спасибо, что посмотрели это видео. Я надеюсь, что вы узнали что-то новенькое обо мне. Всем пока, до скорых встреч в новых видеороликах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok